Друзья мои, друзья, которые меня слушают, точно должны знать, что запоминать не нужно. Что в тренде снова карточки, адаптивность, флэт — это всего лишь инструментарий. Они есть и будут всегда. Они просто вам нужны для решения какой-то задачи. В тренде какой-то цвет, какой-то шрифт, какой-то размер — да неважно это все. В тренде микроанимация, отзывчивость или эффекты, звуки — это было и есть всегда. Сайты, которые мы делим в 2008 году, попадают под любой тренд, который вы найдете в 2018. Я вас уверяю. И у нас даже есть такое упражнение со студентами, допустим, в Британке, и когда они просто садятся и за 5 минут просто накидывают все тренды, какие только им кажется могут быть, из головы, и в основном все совпадает. Ну то есть прям вот вообще, как угодно, потому что оно все это. За то, что нужно запомнить. Не буду произносить эти умные слова, просто посмотрите на них. Но я могу сказать, что все они про гипотезы. Все они про то, что у нас есть большие объемы данных. Они все про то, что пользователь — это самое важное сейчас. Дизайн стал умным. И в этом его тренд. Что мы должны прежде всего учитывать то, как мы повлияем на то, как пользователь будет работать с сайтом, как он будет работать с этим сервисом. И объективно то, что получится сделать… Любой инструмент, который позволит сделать это классно, любой ход, который поможет сделать это как можно быстрее, вот это реально будут такие микротренды, про которые можно будет писать. И вы посмотрите, что куча статей на самом деле, не вот этих дурацких, где собрано все по чуть-чуть, а вот таких вот, где люди рассуждают о том, как они что-то сделали, как они это нашли. Вот это и есть тенденции. И вообще намного круче мониторить само пространство вокруг себя, то, какие статьи вообще появляются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!